Рыбье дело. Густой трактат по жидкому вопросу. Сегодняшнюю весьма передовую статью нашу мы посвящаем несчастным дачникам, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязана нитка и червяк. Мы даем, даром разумеется, целый трактат советов рыболовам, чтобы придать нашему труду побольше серьезности и учености, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты. Первое. Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвою также в лужицах и канавах. Примечание. Самая крупная рыба ловится в живорыбных лавках. Второе. Ловить нужно вдали от населенных мест, иначе рискуешь поймать за ногу купающуюся дачницу или же услышать фразу «Какую вы имеете полную право ловить здесь рыбу?» Или, может, по шее захотелось. Третье. Прежде чем закидывать удочку, нужно надеть на крючок приманку, какую угодно, судя по роду рыбы. Можешь ловить и без приманки, так как все равно ничего не поймаешь. Примечание. Хорошенькие дачницы, сидящие на берегу с удочкой для того только, чтобы привлечь внимание женихов, могут уйдеть и без приманки. Нехорошенькие же дачницы должны пускать в ход приманку. Сто, двести тысяч или что-нибудь вроде. Четвертое. Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыба не любит швума. Ужение не требует особого искусства. Если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба еще не клюет. Если он шевелится, то торжествуй. Твою приманку начинают пробовать. Если же он пошел ко дну, то не трудись тащить, так как все равно ничего не вытащишь. Эту сторону нашего трактата мы находим достаточно вычерпанной. На дне ничего не осталось. В следующий раз мы подробно уясним животрепещущий вопрос о том, какие породы рыб можно изловить животрепещущими в мутной морковской воде. В прошлом номере будильника на даче мы с непостижимым глубокомыслием и невероятной ученостью третировали вопрос о способах ловить рыбу. Переходим теперь к той части нашего трактата, где говорится о рыбьих породах. В окрестностях Москвы ловятся следующие породы рыб. А. Щука. Рыба некрасивая, невкусная, но рассудительная. Положительная, убежденная в своих щучьих правах. Глотает все, что только попадается ей на пути. Рыб, раков, лягушек, уток, ребят. Каждая щука в отдельности съедает гораздо больше рыбы, чем все посетители Егоровского трактира. Сыта никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, она говорит. Поговори мне еще. Так живо в моем желудке очутись. Когда же подобное указание делают ей старшей чином, она заявляет. И батюшка. Да, конечно, теперь еще рыбешка не ест. Кто же не ест ее? Так уж спокойно века положено, чтобы мы, щуки, всегда сыты были. Когда ее пугают пропечатанием в газете, она говорит. А, мне плевать. Б. Голавль. Рыбый, рыбий интеллигент. Галантен. Ловок. Галантен. Ловок. Красив. Имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ. Читает с чувством Некрасова. Бронит щук. Но, тем не менее, поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука. Впрочем, истребление пескарей и уклеек считает горькую необходимостью, потребностью времени. Когда в интимных беседах его упрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит. Ничего не поделаешь, батенька. Не созрели еще пескари для безопасной жизни. И к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен? С. Налим. Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Славится своей громадной печенкой и из чего яствует, что он пьет горькую. Живет под корягами, питается всякой усячиной. По натуре хищен, но умеет довольствоваться падалью, червяками, травой, где уж нам со щуками да головнями равняться. Что есть, то и едим. И на том спасибо. Пойманный на крючок вытаскивается из воды, как бревно, не изъявляя никакого протеста. Ему на все наплевать. Д. Окунь. Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищен. Самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты. Е. Ёрш. Бойкий и шустрый индивиду, воображающий, что он защищен от щук и головней. Льготами, так сказать, данными ему природой. Но, тем не менее, преисправно попадающий в уху. Карась. Сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука. Цизмальство приучается к мысли, что он хорош только в жареном виде. Поговорку на то и щука в море, чтоб карась не дремал, понимают в смысле благоприятном для щуки. Денно и ночно должны мы быть готовы, чтоб угодить госпоже щуке. Без ихних благодеяниев. Г. Ж. Пискарь. Преисправный посетитель судных касс плохих летних увеселений и передних. Служит на Московской Курской дороге, подносит благодарственные адресы щукам и день и ночь работает, чтобы ходили в енотах головни. Плотва. Маленькая получахоточная рыбка, прозябавящая в статистах или доставляющая плохие переводы в толстые журналы. В изобилии поедается щукой и окунем. Самки живут на содержании у налимов и линий. Линь. Ленивая, слюнявая, вялая рыба в чернозеленом вицмундире, до пенсиона заслуживающая. Нюхает табак в одну ноздрю. Объегоревает карасей и лечится от завалов. Уклейка. Ловится на муху нищенка. Лещ. Держит трактиры на большой дороге и занимается подрядами. Делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, быстро утирает губы, чтобы господа не приметили. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова